Трибуны переполнены, народ кричит от восторга, эмоции зашкаливают. Все дело в том, что в Украине свои первые шаги делает красивый вид спорта – женский хоккей. Это в мире он давно олимпийский, проводят международные турниры, а у нас в стране только стартовал чемпионат, состоялся первый матч, забросили первые шайбы и определили первых победителей. На мужском хоккее таких эмоций точно нет. На мужской хоккей, наверное, больше сходится посмотреть драйв, адреналина, а женский так технично, красиво. Красиво будет? Да. Будете красиво друг другу бить морды, да? Нет, силовая борьба запрещена. А сейчас нет? Нет, силовая борьба запрещена в женском хоккее, поэтому это будет просто красиво. Слова знаменитой песни «В хоккей играют настоящие мужчины, трусные играют в хоккей в пору менять». Хотя из песни слов не выбросишь, можно другую написать. Со временем может появиться и песня, которая будет поддерживать стремление девушек играть в хоккей. Я думаю, что время это не за горам, потому что, я еще раз подчеркиваю, энтузиазм, желание заниматься хоккеем у девушек очень много. Мужской хоккей называют самой быстрой игрой в мире. Девушки на высокие скорости не претендуют. Они другим берут, красотой и грацией. На тренировку, на игры все приходят на каблуках и одевают коньки. Поэтому что каблуки, что коньки для нас уже родное. В историческом матче открытия на льду клюшки скрестили игроки столичного клуба «Украиночка» и днепровские «Белки». Сильнее оказались киевлянки 4-0, а первую шайбу пришлось ждать почти 20 минут. Всему виной мандраж. Жуткий был мандраж, особенно первый период. Я это чувствовала. То есть ни по клюшке, ни по шайбе ударить нельзя, ни коньки не едут. Такое ощущение, что затупили, клюшку поломали. А потом как-то разыгрались. Не знаю, какая была картинка у зрителей, но нам понравилось. У этих девушек на вопрос любимых, где была, ответ на хоккей не вызовет улыбки. Игрой многие из них уже заразились. И это, как говорят, навсегда. У меня молодой человек тоже хоккеист, поэтому он везде всегда со мной, он меня поддерживает, подсказывает ошибки. Да, иногда это немного раздражает, потому что ты все-таки тоже немного разбираешься в этом спорте. И поэтому вот эти вот лишние все вопросы иногда так... Ну, он всегда говорит, ну так уйди и покажи. Я говорю, ну буду выходить показывать. Вот вышла, показала. Юлия Добровольская, автор исторической первой шайбы в хоккейном чемпионате Украины среди женщин. Она вышла на лед и так показала, что сама забросила три шайбы и в четвертой поучаствовала. Ведь это только начало. Уже во втором матче дня харьковские пантеры разгромили лавину из Кременчуга 17-0. Олег Шумейко, Тимофей Сорокин, UATV.